Доброе утро, дорогие друзья! Извиняюсь за опоздание. За опоздание, значит, но лучше поздно, чем никогда. И мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Все, 14 глава. Деоргий Нивниненно смотрит. Все, значит, отлично. Можем двигаться. Можем двигаться. Саид Макаев. Всем шалом. Шалом, вернее. Правильно. И, так, секундочку, может быть, сейчас я сделаю, чтобы лучше. Все, сейчас будет хорошая связь. Яков Шалом. Алекс Гринспун. Яков Шатадин. Лиля Берман. Все. Значит, дорогие друзья, все отлично. Значит, мы продолжаем изучать. Всем привет-привет. Шалом и Стива. Мы продолжаем изучать Мишли. Притчи царя Соломона. И мы сейчас остановились на 14 главе. 14 глава. Дошли мы до отрывка, что Бекешлетс Хахма Ваэйн. Это мы выучили, что просил насмешник мудрости и нету. Ведаат Ленавон Накэль. А даат, даат, познание для сообразительного, это легко идет, да? То есть, тот, кто вдумывается, тот, кто сообразительный, умеет делать выводы, умеет делать выводы, причинно-следственные связи, обобщать и так далее, и при этом понимает, что это все работа его ума, то есть, он осознает, как работает его ум и управляет им. Это называется сообразительный. То для него все легко понять. Теперь, значит, мы дошли до седьмого отрывка. Седьмой отрывок в 14 главе звучит так. Лех ми негать леиш ксиль. Иди напротив, в другую сторону от человека ксиля. Ксиль, как мы знаем, это грешник по вожделению. Векой, вебаль ядата, севтей даат. Ибо не найдешь ты разумных уст. Теперь смотрите, что получается. В предыдущем отрывке нам царь Соломон сказал, что есть такой человек, как Лец, насмешник. И вот этот насмешник, он, у него не будет хахмы, не будет божественной мудрости, он просто не может углубиться, он все высмеивает. Для него, вот знаете, есть такие люди пустые такие, да, то есть, для них, у них нет глубины, они не хотят вдумываться. Они такие, все по верхам, хи-хи-ха-ха, там и так далее. Теперь, но есть Ксиль. Ксиль – это тот, кто умный, он понимает, но он, Ксиль, не может со своим хочу справиться. То есть, он говорит, что у меня вот эти мои вожделения, мои хочу, они сильнее, чем я. Например, мы знаем много людей, которые понимают, они реально глубоко понимают вред какой-то еды неполезной, или наоборот, они понимают, прямо очень понимают хорошо пользу занятий спортом, но при этом они едят вредную еду и не занимаются спортом. То есть, почему? Они говорят, ну я, типа, я не могу, ну вот я хочу кушать вредную еду, а спортом не хочу заниматься. И они не могут себя, как они говорят, они не могут себя заставить, то есть, они не управляют собой, но при этом они понимают, что, что есть добро, что зло, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Теперь, такой человек называется Ксиль. Говорит нам царь Соломон, Лех, ми негат лииш Ксиль. Убалия дата, севтея дат. То есть, как только ты видишь человека, которого ведут по жизни, его вожделение, желание, хочу, то есть, он такой прям, обжора, да, можно так сказать. Уходи от него. То есть, ты от него не получишь, ты от него никакой ни мудрости, ни пользы, но очень легко, очень легко ты от него переймешь его вот этот вот способ мышления, способ жизни. Здесь тоже нужно очень четко понимать, что народная мудрость, с кем поведешься, от того и наберешься, она действует прям очень сильно. И если человек попадает в окружение людей, которые там такие собранные спортсмены, учатся, рано встают, ему очень легко в таком окружении быть сильным. Но если он попадает в окружение людей, которые обжоры, там спят поздно, ничего не делают и так далее, еще и прославляют такой способ жизни, как в принципе большинство людей так и делают. Они свой способ мышления, как бы человек не мыслил, как бы он не ошибался, да, может быть, но он свой способ жизни пропихивает, как единственно верный и правильный. Свое царь Соломон нам сказал, если ты видишь такого ксиля, глупого человека, убегай от него, чтобы не заразиться. Это как коронавирус, как вирус, только глупость и вожделение, они переходят, передаются на уровни нейронов, на уровни мышления. Дальше. Говорит нам царь Соломон следующий отрывок, девятый. Значит, девятый отрывок, он... Сейчас. Секундочку. Девятый отрывок. Эвелим, Ялиц, Ашам, Убен, Ишарим, Рацон. Значит, Эвелим – это грешники-стептики. Значит, еще раз мы подчеркиваем, что есть два типажа грешников. Первый типаж грешников – это те, которые знают правду, но они не могут справиться со своим вожделением. Второй тип грешников – это те, которые, они отрицают правду, и они стараются доказать. Эвелим – это от слова улай. Они стараются доказать, скептики, они называются грешники-стептики, что сами основы веры, сами основы божественного взгляда на мир, духовность и так далее, что все это чушь. Вот они прям доказывают. У них война. Конкретная война против религии. Есть такие люди, я удивляюсь, причем интересно, сейчас пошла такая мода, пошло такое движение за духовность без религии, они называют себя. Они говорят, да, Бог есть. Да, да, может Бог, ну, лучше его, конечно, назвать не Богом, а Вселенной, так разве? И, ну, что Бог может от нас хотеть? Он же от нас ничего не хочет, заповеди делать не надо, ничего делать не надо, все, нужно быть просто хорошим человеком. Все, а что значит хорошим человеком? Ну, духовным, добрым, помогать, расти, развиваться, все, духовность. Но, типа, религия, это плохо. И это называется, вот эти вот, как раз, эвелим, скептики. То есть, они, как бы, подкапывают под, под религиозный взгляд на мир, подкоп такой. И написано, Ялит Сашан. То есть, они чувствуют вину в сердце. Смотрите, тут интересная такая вещь. Я, честно говоря, так близко я не встречал вот этих вот эвелим, да, таких вот, таких настоящих эвелим. Я знаю парочку, ну, мне они просто, может быть, знаете как, я-то думаю по-другому, я же такой религиозный, классический человек, да, что Бог, заповеди, меня, кстати, интересно, почему я все-таки верю, что есть заповеди, и что Бог сказал конкретно, что делать, что не делать. Потому что, вот, например, когда мы говорим, там, я люблю кого-то, да, я люблю кого-то, там, я люблю свою жену, да, и я при этом говорю, ты знаешь, я люблю свою жену, но я ничего для тебя делать не буду. То есть, я просто тебя люблю. Просто люблю. Это не работает. То есть, ты должен свою любовь как-то выразить, и как ее можно выразить, эту любовь. Через действия, какие-то действия, это делай, это не делай. То есть, если я делаю какие-то действия, которые для нее являются проявлением любви, это как заповеди, тогда она понимает, что я ее люблю. Если я не делаю какие-то действия, значит, она понимает, что я ее тоже люблю, потому что, потому что я именно не делаю эти действия, я хочу их, может быть, делать, но не делаю, чтобы ей сделать приятно. То же самое, когда Бог, он, он хочет человеку дать, дать возможность приблизиться к себе. Но как может, как можно приблизиться к Богу? Через выполнение воли Бога. То есть, это единственный способ приблизиться к Богу, выполняя его волю. Теперь, если вот эти вот, которые за духовность, но без Бога и без заповедей, если они утверждают, что они делают то же самое, но не потому, что Бог сказал делать, а по своему желанию, так они не Бога любят, они себя любят. То есть, если они делают эти вещи, потому что им хочется их делать, даже те же самые вещи, они делают там, добрые дела какие-то, и их действия похожи на заповеди, они вместо молитвы, например, они медитируют. Вместо молитвы они могут представлять, что они хотят, и благодарить Вселенную, но они говорят, это не Бог, это не Создатель, это Я создаю. В этот момент это и дало поклонства, они служат своему Я. Понятно, да? Говорит нам царь Самон в девятом отрывке Эвелим, Ялиц, Ашам. То есть, они чувствуют вину в сердце. То есть, царь Самон говорит, что все равно по-настоящему они счастливы быть не могут, потому что они не нашли вот это вот внутреннее соединение с Богом. Убен Яшарим Рацон, и между Яшарим прямых, благочестивых, то есть, людей, которые идут по путям Бога, между ними находится благоволение Бога, желание Бога, и они это чувствуют. То есть, вот так нам говорит царь Соломон, и мы должны ему верить. Почему? Потому что, потому что он царь Соломон, а почему ему не верить? Кому же еще верить, как не царю Соломону, правильно? Но это еще раз повторю, вопрос веры. Мы все живем, все люди живут в мире своей веры, в мире своей веры, в какие-то ментальные конструкции, как надо жить, как не надо жить, как оно работает, как не работает, как люди должны ко мне относиться, и как я должен на это реагировать. И каждый человек выстраивает своей верой некую систему, систему, как бы свой мир, можно так сказать, да? Теперь, если ты в этот мир свой, который ты выстраиваешь, ты в него вставляешь, и говоришь, я верю, что есть Создатель, Творец, он слышит меня, начинаешь изучать про душу, как душа устроена, начинаешь чувствовать вот эту вот часть Всевышнего в себе, начинаешь делать заповеди, то ты выстраиваешь такую ментальную конструкцию, которая, как здесь написано, что она должна, должна соединить тебя с Богом, дать тебе в сердце прямо ощущение, что Бог, Бог тебя любит, и у тебя есть с Ним связь. А если ты убрал эту, эту основу мироздания, то тогда получается вот эти вот Эвелим, которые отрицают Бога, на что им опереться, им не на что опереться, им приходится опираться только на свое я хочу, которое непонятно откуда взялось и непонятно куда уйдет. Все, вот это вот то, что сегодня я хотел сказать. Два отрывка мы изучили, девятый, десятый, нет, седьмой, седьмой, восьмой. А, я пропустил восьмой отрывок случайно, я извиняюсь, мы перескочили с седьмого, сразу мы перескочили на на девятый, восьмой мы пропустили. И он как раз восьмой очень важный, давайте восьмой сейчас мы идем, извиняюсь. Значит, смотрите, в восьмой отрывок звучит так, Хохмат, Арум, Авин, Дарко, Вейвелес, Селим, Мирма. Значит, Хохмат, Хохмат, Арум, Авин, Дарко. Есть еще одна позиция, есть еще одна категория, еще одна категория есть, которую мы пропустили. Она называется Арум. Арум это хитрый. Хитрый это тот, кто хочет разобраться и понять на несколько шагов вперед. То есть, хитрый это не всегда, не всегда плохой, потому что зло, это зло. Есть хитроумный на пути добра, есть хитроумный на пути зла. То есть, зло, добро, это другая категория. Хитрый это свойство ума, которое, это не зло и не добро, это желание просчитывать на несколько шагов вперед. Берин написано так, что Арум вот этот вот, он, Ивин, Дарко. То есть, Хохмат, мудрость вот этого вот хитрого, это понимать свой путь. Он смотрит вперед, он считает, он просчитывает. Теперь, Вэй Ивэлэд Ксилим Мирма, а скептицизм Ксилим, вот этих грешников по вожделению, обман. Что это значит? Значит, интересно, он нам дает такую вещь, что вот этот Ксиль, который грешник по вожделению, он иногда пытается использовать вот эту вот схему мышления грешников-скептиков. Он говорит, я хочу делать вот так. Бог мне сказал, этого делать нельзя. Я вроде бы в это верю, но я не могу с этим справиться. И тут вдруг начинают говорить, слушай, а мне там сказал Вася, что Бога нет. А может, Бога нет. А может, это все-таки Бог, или Бог хочет наоборот, чтобы я делал то, что я хочу делать. Ведь Бог же меня любит. И он начинает использовать вот этот вот мыслительный аппарат грешников-скептиков для того, чтобы оправдать свое вожделение. Так говорит нам царь Салмон, что когда он и велит, вот этот скептицизм, ксилим, грешников по вожделению, это обман. А мудрость хитрого понимать свой путь. То есть, хитрый, он смотрит вперед. И он говорит так, секундочку. Есть Бог, нет Бога. Знаете, есть такой известный анекдот, история, когда после революции была такая евсекция. Евсекция это были евреи, которые были евреи-коммунисты, которые своей целью поставили искоренить духовность, искоренить Тору, искоренить веру. И они были иногда, они же тоже учились в ешивах до этого, но они были прям вот эти вот грешники-скептики, которые шли прям злодеи против Торы. И как-то они поймали евреев, там, детей, и говорят, дети, покажите в небо дулю и скажите Бога нет. Ну, дети, что они могут сделать? Им сказали, они сделали, показывают в небо дулю, и сказали Бога нет. А Рабинович, мальчик один, в небо дулю, желаете. Продолжение следует...